Когда директор государственного предприятия, Центр сертификации Семян, за нападение на журналиста Сергея Медяника окажется на скамье подсудимых? Доколе коррупционер Роман Карпляк будет заниматься взяточничеством? Когда Карпляк окажется за решеткой? С такими вопросами журналисты и правозащитники Актуальной Правды приехали к полиции Голосеевского района Киева. Что такое препятствие? Это вот когда человек говорит, не снимайте. А когда на журналиста нападение с побоями, это 345-е примадив. Почему открыто дело по 171? Это потому что тут Карпляк до ночи сидел, и они пытались, мы пытались выйти из этой деликатной ситуации, потому что дело открыть не получится, но можно его открыть так, чтобы никому ничего не было. Потому что, к сожалению, 171 статья уголовного кодекса выписана таким образом, что очень сложно привлечь уголовной ответственности к реальному тюремному сроку нападавших. Поэтому мы требуем переквалификации этого уголовного дела на 345-ю примадив и требуем скорейшего расследования, чтобы это дело уже пошло в суд. Это не какое-то тайное было действие. Есть видео, вышел уже репортаж, у нас есть вся доказательная база. Вам даже не надо следственный эксперимент проводить, потому что есть видео нападение. Уже был произведен осмотр помещения. Есть протокол соответствующий. Поэтому вот у нас 5 вопросов, мы ожидаем на них ответы, потому что нам непонятно ситуация, что происходит в этом районе. Более того, именно за эти вопросы полиция безосновательно арестовала журналиста Сергея Медяника. Вы смусорите меня, что нет. Я мое право запретить. Я вас запретую для смотрения миссариума. Что делать? 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 Я слова ничего не могу. Что ли это делать? Что ли это делать? Ну, на самом деле. Напомним, Роман Карпляк был задержан в 2017 году за вымогательство и получение взятки в несколько миллионов гривен. Он некоторое время находился в Лукьяновском СИЗО, откуда, по информации наших источников, за взятку в 200 тысяч долларов вышел на свободу и продолжает грабить государственное предприятие. А осенью 2018 года Роман Карпляк организовал нападение на журналиста Сергея Медяника, дав команду директору Кировоградского филиала Лапаю ударить корреспондента. Актуальная правда требует от полиции Голосеевского района Киева немедленного расследования по этим фактам, а также уголовного наказания для коррупционеров и дедушек Романа Карпляка и Лапая.